Держимайся, держимайся, помогаем ему, под колено держи. Не столько премудростям рукопашного боя, сколько философии воина учит ребят Сергей Марков. Главный принцип жизни, своих не бросать, у Шурави воспитала война. Со своими товарищами еще времен Афгана он дружит уже 34 года. Когда было мне тяжело, меня земляки не бросали. Можно, как говорится, без пафоса сказать, что в принципе дружба, которая замешана, как говорится, на таких тяжелых условиях, как боевые действия, она в принципе весомая дружба, ее как бы ничем не разрушишь. Тогда в далеком 79-м их дивизия была в числе первых прибывших в Кабул. Характер предстоящей службы никто не представлял, вспоминает Сергей. Было одно желание – показать себя настоящим мужчиной. Потому, когда новобранца определили в батальон связи, он даже немного расстроился. Мол, повоевать не успею, но войны хватило с лихвой. Большую часть времени связисты проводили в горах, уходя в рейды. Приходилось спать прямо на камнях. Сергей до сих пор хранит рюкзак, заменявший ему тогда подушку. Вот это десантный рюкзак. Даже я с ним не расстаюсь. По сути дела, я вот и в велосипеде катаюсь с ним. Ветеран Афганской войны накопилась целая коллекция армейских вещей. Каждая дорога, как частица жизни. Особое место в музее войны занимает оружие. Сержант вспоминает, как взял свой первый трофей. Мне попалось из захваченного оружия, оружие наше отечественное. Даже такое, как бы, даже не военное, можно сказать. Простое охотничье ружьё, как оказалось, что называется с моей родины. То есть я сам с Удмуртии, с Ижевска. После службы на гражданке Сергею Маркову пришлось непросто. Брался за любую работу. От грузчика до охранника. Но нашёл себя на педагогической стезе. Сегодня он проводит тренировки для будущих полицейских. Андрей Григорьев, Екатерина Леонова, Степан Пепеляев. Телевизионная служба новостей.